Вот в Перу у меня они дети постоянно предупреждали, ты свой велосипед не оставляй, в конце концов у меня его там украли. Вот в Германии я вижу, что стоят велосипеды, но я всегда его пристегивал. Там есть арабы, и мы уже с этим столкнутся. Здесь не возникает какого-то ощущения, что у тебя могут украсть. Ну, как-то я доставал замок, пристегивал, потом не пристегивал. Спрашивал людей, как говорят, да у нас вроде такого нет. Никто со мной не конфликтовал, никто не нападал, никто грубо со мной не разговаривал. Знаете, вот эта доброжелательная атмосфера, она какая-то общая. Это, мне кажется, качество менталитета. Вот это, наверное, была первая страна, где у меня ни разу не спросили, сколько стоит твой велосипед. Первая страна, понимаете. В каждой стране, не только в России, вообще везде, сколько стоит. Потом спрашивают, куда едешь, откуда и куда. Вот первый вопрос, сколько стоит. Здесь не спрашивают. Я слышал такое, что многие пожилые люди сетуют на то, что у молодежи сейчас все только деньги, сколько чего стоит. Но вот у меня не было такого вопроса. Я не наблюдал пьяных. Вот какие-то люди там, ну обычно вот к магазину подъезжаешь, там пьяные бичи начинают там с тебя так чуть-чуть трясти. Вот сейчас-то это было на Алтае, там в Туве. Вот здесь этого нет. Я понимаю, что здесь выпивают, потому что меня угощали домашним вином много раз. Ну вот и другим вином. Но нет ощущения опасности. То есть ты едешь и к тебе изначально относятся доброжелательно.